Здарова, гангстеры! И кажется, мы уже начали забывать, что такое настоящий рэп. И да, черт восьми, сегодня речь пойдет о OG Lock, он же Джеффри Кросс. Приятного просмотра! Джеффри Кросс Стоит, наверное, начать с того, что Джеффри родился и вырос в районе Гентона, где искорешился с парнями из Гроув Стрит, с Витэм и Биг Смоуком. Парни не воспринимали Джеффри всерьез, вечно стивали его по поводу его голоса и телосложения, что он, мол, не дотягивает на роль гангстера. Что было бы лучше, если бы он реально взялся за голову и поступил в колледж, как все нормальные люди. Но любовь к уличному образу жизни и музыке была превыше всего. Тогда-то он и задумался о том, что у каждого рэп-исполнителя должно быть прозвище и решил себя назвать OG Lock. OG – абвиратура от Original Gangster или же по-нашему настоящий гэнгстер. Проходит время и уже появляются первые строчки будущей звезды, но признаться честным, они были просто ужасны. И кореша с района это прекрасно понимали, продолжая подшучивать на Джеффри. На что-то ответил, что он еще даст о себе всем знать. Тогда-то ему пришла мысль в голову, что каждый крутой гэнгстер мотал срок в тюрячке. Джеффри, не задумываясь о последствиях, решается пойти на маленькие преступления. В частности, это был угон автомобилей и всяческое нарушение правил ПДД. Разумеется, его садят за решетку на несколько недель. За это время в местах не столь отдаленных он и набирает себе уличную репутацию. Ясное дело, что в тюрьме Джеффри подвергался насилию со стороны сокамерника Фредди, с которым чуть позже сведет свои счеты. Будучи условно освобожденным, Джеффри дает работу уборщика в местном ресторане Burger Shot. Он ни в коем случае не отвергается от своей мечты стать успешным рэпером и просит, чтобы CJ помог ему в развитии его музыкальной карьеры, украв некое музыкальное оборудование и книгу-ривм самого Мэтт Дога. Уже тогда звезды хип-хопа в городе Лос-Антос, Джеффри также повлиял на Карла, чтобы он подкосил карьеру Дога, убив его менеджера Алана Кроуфорда, который использовал свое влияние, чтобы препятствовать музыкальной карьере Джеффри. Вскоре Лок уходит со своей работы, решив, что он предпочитает нарушить условия досрочного освобождения и вернуться в тюрьму, чем работать на работе, которая позорит его настоящее имя гангстера. Однако, поскольку действия CJ вызвали упадок сил и депрессию Дога, Джеффри предоставляется возможность достигнуть славы. Разумеется, этим шансом он успешно пользуется. После того, как друзья предали Карла и его выгоняют из Лос-Антоса, Лок становится господствующим рэпером с помощью своего нового агента Биг Смоука. Как и стоило ожидать, на чужом успехе далеко не уедешь. Так стало и с Джеффри. После того, как Карл спасает жизнь Мэд Догу, в благодарность на это Мэд Дог назначает Карл своим менеджерам. Карл как бы встает на сторону Мэда и по возвращению в Лос-Антос сводит счет из Джеффри. Возвращают книгу рифм, загоняют Джеффри в угол, тот в свою очередь соглашается бросить рэп и оставить их в покое. А на этом все. Спасибо тебе за просмотр. Если хочешь видеть больше таких видео, смело ставь лайк. Также напиши свою догадку, что же могло стать с этим замечательным рэп-исполнителем Оу Джилоком. А с вами я прощаюсь. Услышимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok